Более 70 полевчан разного возраста, старшеклассники, пенсионеры, педагоги, представители власти, бизнеса, общественных объединений были вовлечены в совместную созидательную работу на развитие Полевского городского округа, поиска уникального образа территории с опорой на культурные ценности и традиции. Мы собрали людей неравнодушных, постарались сделать так, чтобы все об этом знали, кто хотел участвовать, сегодня пришли. По моим оценкам будет 60 плюс человек, это много. И практически целый день эти люди будут сегодня придумывать смыслы, придумывать то, каким бы мы хотели видеть Полевской счастливым. Стратегическую сессию провела команда специалистов Центра социальных технологий «Дело со смыслом». Основная задача – помочь людям осознать ценность той территории, на которой они живут. Люди, которые приходят, они попадают в такой специальный игровой механизм, где выражают свое мнение через игру. И формируют совместно образ будущего, причем и глава города, и бизнес. Они здесь как участники, они не определяют, какой будет общественная стратегия, в том-то и смысл. А чтобы этот эксперимент был гораздо глубже, чище, то участники меняются ролями. Например, каждый может выбрать роль, побыть мэром, побыть властью, побыть бизнесом. Посмотреть глазами другого, как это может быть нелегко или, может быть, наоборот, интересно. Проект «Счастливый город» вошел в 100 лучших проектов развития России по версии фонда президентских грантов. Стратегические сессии уже состоялись во многих городах страны – Ижевске, Чите, Таганроге, Волжском. Для каждого города свой сценарий – в зависимости от территории, менталитета, особенностей людей. Участники сессии были поделены на группы, где им предстояло совместно разрабатывать проекты, направленные на туристическую привлекательность округа. Ожидаю все-таки объединения всех усилий на развитие внутреннего туризма. Такое ощущение, что мы живет, у нас много очень людей, талантливых, интересных, но каждый живет в своем мире, и вот этого объединения его не хватает. Охота услышать остальных, рассказать о себе, выработать какую-то общую стратегию развития. Каждый участник смог высказаться, предложить свою концепцию развития города, как сделать его красивым, чистым, уютным, организовать эко-проекты. Идей звучало немало, и все они актуальны и уместны. Очень хочется проявиться именно в нашем городе, потому что мы видим, как это все активно развивается по России, потому что мы сейчас по всей России работаем. Но наш любимый город требует каких-то уникальных вложений. Хотелось бы вот эту роскошь сделать доступной для нашего города. Гости мероприятия говорили о том, что в нашем округе много достопримечательностей. Полевской центр древней металлургии – родина бажовских сказов. У нас есть все, чтобы развивать внутренний туризм. Хочется увидеть какое-то развитие душевное, чтобы люди полюбили наконец-то свой собственный город и поучаствовали в его развитии, в создании какого-то общего ядра, где бы даже общались и принимали участие вообще в каких-то решениях даже, как в Москве, как во многих крупных городах. Очень приятно, что собрались люди неравнодушные к своему городу. Все хотят, чтобы он развивался, максимально процветал. Хочется почерпнуть свежих идей, хочется какого-то движения, потому что сидеть в своей организации, в своем маленьком мире – это классно. Когда ты выходишь на большую арену, это уже немножко другое чувство, это другие мысли, это другие потоки информации, идей. И вот здесь, как бы в мини-формате, пытаемся для себя сделать какие-то выводы продуктивные. Стратегическая сессия показала, что в нашем городе есть все необходимое для развития туризма – объекты культурного наследия, уникальность каждого населенного пункта с его неповторимой историей, уральский природный колорит. Но самое главное, что есть неравнодушные люди, готовые реализовывать идеи. По итогам сессии был сформирован актив по развитию туризма Полевского, который планирует собираться ежемесячно для обсуждения и реализации конкретных задач. Присоединиться в этот процесс может любой желающий. Давайте делать то, что мы любим. Тогда мы будем жить в счастливом городе. Наталья Вишнева, Сергей Чижов. Новости 11 канала.